Приветствую любителей рогаликов, которые заставляли Айзека плакать сотнями, а то и тысячи часов. Людей, которые искали ядерный трон в постапокалиптическом мире мутантов. Вас, освободители оружия в Enter the Gungeon. Всех нас объединяет жажда приключений и хардкора. Рандомно генерирующиеся уровни кучи артефактов, монстров и боссов. Но Айзек уже затёрт до дыр, ядерный мир стал родным домом, а оружие больше не удивляет. Тогда время отправиться на природу, где милые птички надирают задницы всем представителям местной флоры и фауны. Вы на канале Шамана и Дос, и сегодня в выпуске мои первые впечатления от игры Blazing Bigs. Проект разработан ребятами со студии Оплава. Представляет собой классический рогалик с приятной графикой по низкой цене. Я наиграл Blazing Bigs всего лишь несколько часов и попробовал лишь два биома. Поэтому моё первое впечатление об игре не является полноценным обзором. Первое, что нас встречает в игре, возможность поиграть совместно с друзьями на одном устройстве, что согласитесь, довольно круто, за что спасибо разработчикам. Помимо этого, вы можете сразиться с друзьями в режиме турнир, где можно выбрать один из пяти типов этого турнира и настроить проводимый матч под себя, определив начальное количество жизней, число раундов и карту, на которой будет проходить битва. В режиме истории можно выбрать уровень сложности, настроить сиды на определенный забег, как это было в Айзеке, или пройти ежедневный челлендж, соревнуясь в мастерстве среди прочих игроков, стремящихся вписать своё имя в таблицу лидеров. Но мы выбираем обычный режим и попадаем в меню выбора персонажей. Здесь нас встречает пернатая гвардия из пяти первоначальных персонажей, у которых имеются свои особенности, слабые и сильные стороны, а также различное стартовое оружие. После первой же смерти вы получите ещё одну птичку в своё распоряжение, а когда победите босса в боге и пройдёте цикл, откройте последние две пернатые машины убийств. Помимо этих птичек вы можете создавать своего терминатора, если скачаете с сайта разработчика софт для модов. Но это уже отдельный рассказ. Первые два биома, которые я успел посетить, это болото и кладбище, на которых обитают свои особые монстры, противостоящие нашим героям. Бестиарий игры довольно обширный, и противники обладают своими особенностями. Здесь и кислотные, и взрывные, и призрачные враги. Их много, и они могут сильно наказать. Особенно, если у вас плохое оружие. А в конце каждой локации вас ожидает классический для жанра рогаликов босс, коих на данный момент насчитывается шесть. Касательно оружия. В игре пока имеется 47 стволов с различными характеристиками и эффектами. Оружие вы можете получать на уровнях в тайных комнатах, а также в магазинах. Каждый ваш поход в магазин потребует запас монет для покупки новой пушки Орла, которая заменит ваше прежнее оружие в инвентаре. То есть с собой вы можете таскать лишь одну оружку. Если денег на покупку не хватает, вы можете украсть оружие в магазине. Воровать, конечно, нехорошо, но когда тебе пора идти на босса, а крылья сжимает стартовое оружие, тут уже нет до доблести. Раз мы попали в магазин, то давайте упомянем, что в этом месте вы также можете воскрешать своих сопартийцев, разморозив тех из кубика льда. А также, если подойдете к вороне, можете обменять проклятые вещи на полезные для себя артефакты. И вот тут мы должны немного подробнее рассмотреть то, за что многие игроки так любят рогалики. А именно тринкеты, артефакты, обилки и прочие полезные рандомно выпадающие предметы. Итак, начинаем с самого простого. Активируемые предметы. Как и в упомянутых выше Айзеке, Ганжине и Троне, в этой игре у нас имеется 9 случайно выпадающих активируемых предметов. Перо является стартовым предметом у каждой из птиц, ну что естественно. Они ж птицы. Оно позволяет вашему персонажу делать рывок, чтобы уклоняться от пуль. Помимо этого есть пузырь, пропеллер, сосулька и прочие полезные предметы, которые вам предстоит еще открыть. Мы же переместимся дальше и изучим проклятые артефакты, коих в игре насобиралось 57 штук. Эти предметы выпадают из ваших врагов и помечаются красными черепами. Каждый из проклятых предметов накладывает на персонажа негативный эффект, который будет проявляться до тех пор, пока зачарованная вещь будет в вашем инвентаре. Каждый артефакт имеет свою силу проклятия, которая указана возле его названия. Все силы проклятых предметов суммируются, и их суммарное количество негатива указывается возле символа вашего инвентаря. Вы можете избавиться от негативных артефактов, лишь обменяв те у вороны в магазине, а иначе никак. Взамен проклятых артефактов ворона выдает вам еще больше полезных предметов, которые влияют на характеристики персонажа, его оружие и окружающий мир, привнося всяческие полезные плюшки в геймплей. Всего вы можете найти 71 полезный предмет, и я надеюсь, что разработчики увеличат количество ништяков, встречаемых по ходу прохождения этого рогалика. И напоследок, хочу посоветовать вам обращать внимание на стены локации, ведь время от времени на них появляются синие светящие точки, которые подсказывают места расположения скрытых комнат в игре. Если выстрелить в сигнальный маркер, стена сломается, и вы сможете найти бонусную локацию. Но если вы будете слишком долго тянуть, свечение угаснет, и стену разбить вы уже не сможете. В тайной комнате вас ожидают новое оружие, сундуки с монетами или полезные предметы. Такие же приятности можно выудить себе из комнат, закрытых на замок, которые естественно открываются ключами, время от времени выпадающих из врагов. Вот и все особенности игры, о которых я хотел упомянуть в этом видео. Считаю данный проект годно той, которую стоит приобрести и пристально изучить в течении нескольких десятков часов. А если вам захотелось поиграть в Blazing Bigs, комментируйте это видео, и как только мы соберем 30 комментариев, я разыграю Steam ключик этой игры среди вас. Буду рад, если вы проявите активность под этим роликом и зайдете ко мне на стрим. Ни пуха ни пера, с вами был Шаман. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок